добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о моральном авторитете отца сегодня я хотел бы начать говорить о чистой совести кто-то возможно из вас улыбается и думает как это возможно и я где-то понимаю вашу улыбку я понимаю что мы говорим о тех вещах которые ну достаточно сложный сложный в том плане что нет человека который бы не согрешал нет человека который был бы во всем всегда прав но тем не менее быть человеком с чистой совестью наверное это мечта если не цель абсолютно любого человека и здесь как и в предыдущей капли хотел бы сделать такую знаете очень сильную серьезную поправку вопрос не в том что мы уже достигли чего-то и что то чем-то обладаем вопрос в том что мы находимся в этом процессе и мы постоянно то есть каждый раз когда наша совесть начинает нас судить когда наша совесть начинает делать нас восприимчивыми к любым другим проблемам то есть мы начинаем злиться и так далее нам необходимо осознание того что совесть должна быть очищена как же это можно сделать но я начну немножко с другого когда мы с вами совершаем как это проступок которого мы стыдимся или это что-то что будет осуждаема обществом наша совесть получает урон она пачкается она может быть порванной она может быть убитой и когда мы люди без совести или когда наша совесть спит в каком бы обществе мы не жили атеистическом или христианском или мусульманском неважно каком в обязательном порядке вопрос совести он будет на повестке дня когда же мы не обладаем чистой совестью то мы становимся закрытыми мы становимся раздражительными мы становимся менее такими любящими потому что иногда нам стыдно некоторые вещи мы будем утаивать потому что узнав об этом наши близкие будут нас осуждать и дети это чувствуют для детей это очень открыто потому что они как раз знаете они вступили только в жизнь и они вступили в эту жизнь не обладая опытом да то есть для них слово хорошо и плохо пока абстрактны поэтому дети учатся морали во-первых на примере родителей то есть нас с вами а во вторых на личном опыте совершая ошибки и исправляя их и поэтому дети очень хорошо понимают что такое не чистая совесть и очень нуждаются в том чтобы мы как отцы показали нашим детям каким образом мы можем очищать и и последующие капли следующей программы начиная с этой мы поговорим о том как мы можем привести нашу совесть в более менее чистое состояние первое о чем я хотел бы поговорить это слово божье дело в том что верующий вы человек или нет библия является единственным абсолютным авторитетом во всех вопросах включая вопросы нравственности следовательно когда вы совершаете какой-то проступок или же вы прямо сейчас вспоминаете что на вашей совести висит некий ряд не очень интересных или очень грязных дел вам нужно обратиться к библии и посмотреть на нее посмотреть в нее вернее извините что она говорит на эту тему что бог говорит на тему очищения совести и вы знаете если вы будете сравнивать себя свою совесть с библией вы как минимум не будете себя успокаивать тем что вы не такой уж и плохой человек здесь же с кем мы себя сравниваем если мы будем сравнивать себя с негодяями плохими ребятами то конечно же мы можем приосаниться и сказать мы очень неплохи но как только вы открываете писание то у библии есть два свойства которые очень важны для нас первое библия показывает нам пример того какими мы должны быть и сравнивая мы видим что мы проигрываем во вторых библия говорит к нашему сердцу то есть она показывает нам примеры не только знаете вот хороших ребят но она показывает пример ребят которые такие же как и мы и к чему их жизнь привела итак если вы хотите чтобы ваша совесть была чистой я советую вам обратиться к священному писанию христиан и вы увидите в этой книге как в зеркале себя таким какой вы есть на самом деле и вас появится возможность достаточно легко и просто изменить свою